Здравствуйте! Будем сейчас сделать ловчее приспособление для мух, а то что-то их много раз плодилось. Берем бутылку и ножницы, где-то я ножом уже наметил, и отрезаем горлышко. И надо нам вставить его вот так. И все? Нет, еще кое-что. Сейчас сделаем это. Я нагрел гвоздь на газу и протыкаю пару отверстий надо мне сделать. Оп! И здесь. То есть сразу две прокалываешь? Ну, две, да. Сейчас еще подогреет. Вот, портнули две дырки. И дальше... И дальше делаем следующее. Теперь мы вот с проволочки сделали такое... Такую дужку. И так незамысловато. Сюда ее... И сюда загинаем. И так же и на эту сторону. И так же и на эту сторону. Все. Вот наше ловчее приспособление. Что делаем дальше? Беру две ложки меда. Отрываю от себя. Просто... Ну, что делать? О, самим ухом тоже надо. Вот чуть-чуть еще. Так. Еще рытый? Да, вот уж. Венца. Это у нас венцо такое. Виноградное? Виноградное. О, свое. О, пахло. Да. И чуть-чуть водички. И все это. И все это расколачиваем. Пахнет так хорошо. То... Мухи уже заранее... Ого! Тут как тут. Так. Это закрываем. Чтобы сюда не лежит. И дальше в эту штуку... Не через воронку. Потому что они будут тут сидеть и лопать. А... Вот сюда заливаем. Теперь вороночкой вот так прикрываем. И туда вставляем проволочины. И тут так же. Все. Домик для мух готов. И дальше цепляем его. Где... Где хотим. Там он у нас еще две штуки висят. Только я заделал. Ну а завтра посмотрим на увол. Пара часов прошло. И ловушки уже наполнились мухами. А за сутки их будет там очень и очень много. Зато они не будут вокруг стола летать. Поэтому делайте такие ловушки. Всего вам доброго. Все. До свидания. До свидания. До свидания.